Читаю стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Шевченко Леонид Витальевич, Волгоград Беспричинный поток жизни, накладные усы, парики, Дорого стоили джинсы и кожаные пиджаки. Что с тобою случится завтра, и какое взойдет божество? Прилетали с небес космонавты, и в торговле цвело воровство. Гум, Ваганькова, преисподняя, парфюмерный секретный завод. Ничего не случится сегодня, только завтра произойдет. И смятение шапки дорожной пассажира на самом краю ласково, Можно сказать, осторожно пробирается в душу твою. Как будто в первый раз. Спешившая на тот вокзал, ушедшая за круг. Кто за мгновенье постигал жестокий смысл, разлук? Кто грел трамвайное кольцо, считая каждый час? И кто смотрел в ее лицо, как будто в первый раз? Еще твоя звезда горит над прозою мирской. Строитель этих пирамид, любовник городской. И он сжимает кулаки, как будто в первый раз. Солнцезащитные очки, кроссовки, адидас. Ревнивая чужая муза. Мне от страсти бывало жарко за письменным столом. Мне казалось, ты муза Петрарки с некрасивым выпуклым лбом. Он увидел тебя в детстве, я увидел тебя теперь. Мы свидетели общих бедствий, летописцы одних потерь. И меня безумье страшило, и меня накрывала волна. Ты венок на него возложила, а со мною ты холодна. Все пройдет. Не пройдет и мига, станет пылью моя печаль. Только насмерть открыта книга. А на жизнь и страницы жаль. Ты сама выбираешь краски и сжигаешь вчерашний мир. Ты серьезная муза развязки. И какой-то сверхмощный Шекспир. Ты в земную вошла оболочку. Он тебя, Нилауру, любил. Чтобы самую лучшую строчку он бы женщине не посвятил. Для меня ты была тенью, эхом и больницей, где утренний свет. Ты со мной говорила со смехом, словно мне и семнадцати нет.